итак друзья всем привет с вами блог без названия пока еще я уже говорил название еще пока не придумал собственно говоря сейчас 7 часов вечера мы срочном порядке вместе с арчи едем на заказ менять хитинг элемент на драйвере он сейчас приедем и покажу вам как мы это будем делать так ребята привет находимся сейчас как раз гаража у клиента вот вот он наш пациент это драйвер фирмы kenmore у него проблема следующая этот драйвер не греет вот сейчас мы разберем это драйвер я предполагаю так что мы поменяем у него хитинг элемент потому что здесь до нас уже был наш техник вот и он уже диагностировал что здесь поломан хитинг элемент который не дает нам континьюнити поэтому сейчас быстренько разбираем вот эту вот всю историю вот и быстренько сейчас починим и так чтобы его быстренько разобрать нам нужно выкрутить 1 скрузик 2 скрузик снять вот эту вот крышечку дальше мы снимаем вот эту переднюю панельку после передней панельки мы снимаем вот эту крышку вот ну а дальше вы уже увидите сами так открутили один скруз открытили второй скрузик теперь снимаем вот эту крышечку топлую посильнее и прям толкаем так посмотрите как тут пыли да это нормальная ситуация когда очень много грязи и пыли все теперь мы открываем по периметру здесь вот эти все скрузы откручиваем так вам момент нам мы забыли выключить питание это тоже важно чтобы нас не ударил током и ничего такого мы обязательно выключим питание значит питание здесь смотрите видите вот такая необычная розетка потому что здесь приходит не 120 вольт а 240 для фазы кстати говоря перед тем как все разбирать и нужно обязательно проверить что приходит и кита есть 40 вот давайте сейчас покажу как это делать так смотрите ребята сейчас мы начинаем мерить сколько же у нас какой же у нас в этаж значит меряем просто между на проводами между двумя клеммами сколько там весь 40 240 так теперь между каждой одна посередине которая да вот она другая слева сколько 120 120 да и теперь другую клемму чекаем сколько 120 все отлично то есть у нас питание с питанием у нас никаких проблем нет вот что тут важно подметить важно подметить то что чтобы электрический драйвер нормально работал нам обязательно нужно 240 вольт не бывает так что драйвер вроде крутится вертится не идет никакого обогрева это возможно что у вас одна фаза просто отлетела и нужно просто перечать или переключить брейкера брейкер свитч вот где-то брейкер свитч я пока затрудняюсь сказать в общем брейкер свитч бокс это где все проб фьюзы давайте вернемся к драйверу так и так мы маленько верхнюю крышку вот на здесь вот эти проводочки можно отключить отключаем их второй проволочек тоже там кнопочка вот это нажимается вот эта кнопочка да она просто отлетает отлично все лицу и панели можно куда-нибудь убрать так теперь отключим на вот эту часть ты здесь не знаком так и еще вот здесь он где-то должно быть скрытно да они тоже держит еще и вот это держит добавок то есть нужно сначала переднюю часть снять так и теперь открываем крышку вытаскиваем оттуда фильтр и еще там два скрузика скину вот это один скрузик и вот там второй скрузик отлично все теперь крышку можно закрыть и начинать снимать вот эту часть отлично вот эта часть нашла все дорогу дару этот вот такая вот но не дарула к как вы там ну да дар свитч на дару лид можно просто вот такая вот туда все аккуратнее ребята обязательно работаем в перчатках потому что потому что очень легко обрезаться буквально сегодня у нас джон обрезался вот потому что работа без перчаток да теперь вот эту часть укручиваем вот эту часть укручиваем так да ну похоже что вроде все можно теперь ее снимать а отлично здесь вот можно вот эти проводочки вот отцепить отлично пол драйера мы разобрали друзья теперь нам нужно снять фильтр вот этот вот не фильтра даже как это назвать, а фильтр хаусинг что ли, типа такого. И вот эти скрузики открутить все. Снять всю переднюю часть. Вон уже виднеется у нас хитинг-элемент там. Вот. Сейчас мы будем его менять. По-моему, еще по центру один, нет? Нет, мы все снимем. А, отлично, да. Да, смотрите, ребята, обратите внимание на то, что здесь вот очень много мусора. Вот. Обычно мы бросим пылесос у кастомера. Можно вот так вот просто взять и постучать. Из этой штуки все повылетает отсюда. Да. Посмотрите, сколько тут пыли. Прям посильнее можно. Можно еще рукой. Вот это все дело, да. Посмотрите, сколько пыли. Это, конечно, посмотрите, да. Конечно, поражает, что этот драйер уже работает порядка шести-пяти лет. И никогда-никогда никто его не открывал, что тут накопилось вот такое количество пыли. Конечно же, из-за этого может сгореть и лимитки. Вот. Из-за этого может пригреться. Все. И, конечно, из-за этого может выйти из строя. Да. Вот. Ну, давай тогда открывай еще вот эти штуки. Вот эти скрузики. и мы с вами закончим на этом разборку драйера. Так. Ну, и осталось вот эту лампочку отключить еще, чтобы она нам не мешала. Надо из нее тоже вот это все вытащить, потому что это сейчас будет мешать проводочки все отсоединить. Там еще внизу один проводочек нужна отсоединить. Итак, друзья, больше половины драйера разобрана. Вот колесики у нас тогда крутятся. Вот. Теперь осталось нам снять сам барабан и поменять хитинг-элемент. Что мы сейчас и сделаем. Теперь да, руки просовываем под барабан и снимаем бэлт. Снимаем сам ремень, который нам помогает крутить этот барабан, когда работает мотор. Просто как-нибудь там скинь этот скинь, да. Отлично. Вот он барабан вот так вот вытаскивается. Можно прям бэлт тоже подхватить или там скинуть его прям сразу бэлт сам. Ты так, смотри, сделай, ты прям бэлт скинь вот туда. пускай он падает. Да, ну просто барабан вытаскиваешь, чтобы все никто не мешал. Отлично. Вот, мы добрались, друзья. Смотрите, сколько тут пыли. Весь мотор в пыли у нас. Вот у нас сам хитинг-элемент, который вот здесь у нас находится. Вот они, лимиточки. Это мёржность-элемент-свич, это операция-элемент-свич. Вот, это блор, который крутится и все тут у нас воздух циркулирует. Собственно говоря, смотри, я не знаю точно хитинг-элемент или не хитинг-элемент, давай мы сейчас это все проверим. Мы берем тестер, включаем его в режим Continuity и все чекаем. Да, вот у нас тестер есть. Включаем режим две кнопочки и когда ты вот так делаешь, между собой их соединяешь, вот эти два, видишь, он пищит. Все, давай чекаем. Значит, снимаем. Сначала вот эту лимитку чекаем, потом эту лимитку чекаем, потом вот эту чекаем. Со всех надо снять провода. И вот здесь тоже можно прочекать вот этот физик. Ага, он рабочий. Все, значит, его не трогаем. Теперь вот там вот с лимитки мы снимаем проводочки. Снимать провода обязательно. Прямо за кончик можешь вот прям, как, да, вот за это да. И раскачиваем. И вытаскиваем. Ага, теперь второй. Ага, все, чекай теперь на какие-нибудь. работает. Работает. Так вот этот не должен отрагиваться провод. Все, ну, теперь хитинг-элемент давай, вот этот, вот и кай. смотрите, ребята, еще настоятельно рекомендую после того, как отключить, перед тем, как отключать все провода, сделать фотографии. Вот, чтобы потом восстановить картинку, как оно все было. Потому что, возможно, не у каждого хватит опыта запомнить, как оно все было. Поэтому мы сейчас вот обязательно делаем фотку, вот, где какой проводочек, чтобы потом без проблем это все обратно подключить. вот так вот. Второй проводок. Да, второй проводок снимай. Ага, и вот чекай его на континенте вот этот хитинг-элемент. Смотри, он рабочий. угу. ну, в общем, это уже не он. Вот эту алимиточку тоже чекни. Да? Ага. Так, вот эти были. Да, тебе надо было сфоткать, но если ты запомнишь, окей. Лучше всегда сохраняй информацию именно фоткой. Просто сохраняй ее и все. Потом всегда по фотке надо восстановить. Все как было. да, и вторая проводка уже вот такая. и чекай вот эту вот или леточку пока тяните. Так, да и вот. Это еще раз померим, что-то я удивлен, что все работает. и хитинг еще раз проверь. Точно дает все? Так, и хитинг дает. Так, давай проверим. Вот здесь мы все проверили с тобой, да? в принципе, в принципе, слушай, ну, хорошо. Слушай, хитинг примерно. Вот здесь даже не все как-то. Так, слушай, ну, на самом деле тут уже не должно быть никаких проблем. Мы сейчас можем это проверить. Мы сейчас сделаем, так скажем, байпас. Мы сейчас забайпасим и просто запустим все, чтобы работало. Сейчас давайте пока прервемся и покажу, как это мы сделали. Итак, ребята, значит, смотрите, что мы сделали. Мы временно подключили вот эту дверь. Вот, можно было не подключать, можно было просто два провода между собой соединить и все. Но мы решили не париться, просто взять и дверь вот эту подсоединить. Мы подключили борт и теперь у нас в разобранном виде мы сейчас эмулируем, как будто у нас включается наш драйер. Давай, погнали. Пластмарь заработал фен снизу. Вот. Сейчас должна энергия приходить на хитинг-элемент. Так, для этого нам нужен опять же тестер, чтобы померить, доходит до туда пауэр или нет. Сейчас мы это сделаем. Включаем вольтаж. Вот. И может вот так подержать на хитинг-элемент. Значит, мерим. Так, ничего не приходит. То есть у нас было до этого мы мерили. То есть у нас в принципе на хитинг-элемент не приходит пауэр. не приходит. Значит, проблема не в хитинг-элементе, а в чем-то в другом. сейчас мы поколдуем и разберемся в чем проблема. ребятки, мы убедились в том, что хитинг-элемент работает, все лимитки работают, и мерзжеси-лимит, свитч, фьюз. Собственно говоря, вот мы разобрали еще вот здесь вот борт. Вот он. и мы определили то, что с этого борта не поступает 240 вольт на вот этот хитинг-элемент. Соответственно, проблема сюда 240 заходит, но не выходит. Соответственно, проблема вот с этой всей историей. Нужно заменить вот этот борт, что мы и будем сейчас соответственно продавать клиенту. Да, такая у нас ситуация крайне редкая, по статистике. обычно ломаются это хитинг-элементы или там лимитки. Ну, на крайнем случае это пауэра нету или фьюз. Поэтому это такая проблема не камон. Ну, ничего, мы закажем борт и все обязательно починим. Вот. Итак, ребята, последняя сводка новостей. Все-таки мы определили то, что это борт. Вот. И, к сожалению, этого борта уже нет нигде в наличии. Вот. ремонтировать его тоже особо не представляется возможным. То есть, это, в общем, такая сложная ситуация, которой мы заниматься на данном этапе не будем. Да и клиент уже не хочет. Он говорит, что ладно, я куплю себе новый драйер. Вот. Поэтому вот так вот решили мы похоронить этот замечательный драйер. Сейчас возьмем с него там нужные запчасти по договоренности с клиентом и все. На свалку его. Вот. Ну, а мы с вами увидимся в следующих сериях. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok